Уважаемые дамы и господа, только что завершился, успешно завершился 16-й саммит БРИКС. Он стал кульминацией российского председательства объединения и одним из заметных событий в мировом политическом календаре. Я раз говорил, что Россия подходит к выполнению обязанностей председателя БРИКС ответственно. Проведено более 200 мероприятий в 13 российских городах. В частности, состоялись многочисленные встречи отраслевых министров, различных конференций, были проведены семинары, деловой форум. С большим успехом прошли и спортивные игры. В нынешнем году мы работали уже в обновлённом, расширенном составе. Россия, как председатель в объединении, делала всё возможное, чтобы новые члены организации максимально быстро и органично влились в нашу семью. И это у нас, на мой взгляд, получилось. Новые участники увидели и поняли, что в БРИКС можно работать и добиваться результатов. Они почувствовали, что в нашем объединении есть, самое главное, взаимное уважение и обязательный учёт интересов друг к другу. Могу с удовлетворением констатировать, что все они принимают самое активное участие в рабочих форумах, выдвигают полезные и перспективные идеи, инициативы. Что касается непосредственно Казанского саммита, в нём приняли участие, вы уже знаете об этом, делегации 35 государств и 6 международных организаций. Такая широкая представительность наглядно говорит об авторитете и роли БРИКС, растущем интересе к взаимодействию с нами со стороны государств на деле, проводящих подлинно независимую, суверенную политику. У каждого из этих государств свой путь развития, свои модели экономического роста, богатая история, культура. Именно в таком цивилизационном многообразии, уникальном сочетании национальных традиций, безусловно, и кроется сила и огромный потенциал для сотрудничества. Не только в рамках БРИКС, но и в том большом кругу стран-единомышленников, которые разделяют цели и принципы деятельности объединения. Программа саммита была весьма насыщенной. Проведены заседания стран-членов БРИКС в узком, широком составах, сфокусированные на актуальных вопросах деятельности объединения и перспективах расширения партнёрства под трём магистральным направлениям в сфере политики и безопасности, в торговле и инвестициях, на культурно-гуманитарном треке. По традиции проведено и заседание в формате Outreach Bricks+. Этот формат хорошо себя зарекомендовал и уже даёт возможность для прямого и открытого диалога членов объединения с нашими друзьями и партнёрами из числа государств глобального Юга и Востока. В нынешнем году российское председательство пригласило на такую встречу лидеров стран СНГ, а также делегации многих государств Азии, Африки, Латинской Америки, как и глав исполнительных органов ряда международных организаций. Мы обменялись мнениями по ключевым международным проблемам с акцентом на обострившуюся ситуацию на Ближнем Востоке. Рассмотрели также перспективы взаимодействия между участниками Bricks и странами глобального Юга и Востока в интересах инклюзивного устойчивого развития. Главное, что все, без исключения заседаний и мероприятия, о которых только что упомянул, прошли в традиционном для Bricks деловом и открытом ключе в атмосфере взаимопонимания. Такой конструктивный подход к совместной работе позволил нам в течение трёх дней обстоятельно обсудить самый широкий круг вопросов. На саммите была одобрена Казанская декларация Bricks, суммировавшая состоявшиеся дискуссии. Получился, на наш взгляд, комплексный, концептуальный документ с позитивной повесткой, устремлённый в будущее. Важно, что в нём подтверждена приверженность всех наших государств к построению более демократического, инклюзивного и многополярного меропорядка, основанного на международном праве и уставе ООН. Зафиксирована общая решимость противодействовать практике применения нелегитимных санкций попыткам подорвать традиционные нравственные ценности. Государство Bricks настроено на углубление партнёрства в финансовой сфере. Будем и далее уплотнять межбанковскую коммуникацию, заниматься созданием независимых от внешних рисков механизмов взаиморасчётов в национальных валютах. Отмечу и то, что в ходе саммита мы с коллегами подробно обсуждали возможные совместные усилия для дополнительного стимулирования инвестиций в целях дальнейшего экономического роста в государства Bricks и странах глобального Юга и Востока. Будем делать это в том числе с помощью нового банка развития и его президента госпожи Дилмы Роусов. Россия предложила продлить председательство в этом банке Бразилии и её президента, и президента банка госпожи Роусов, имея в виду, что в этом году Бразилия председательствует в двадцатке, в следующем году принимают у нас эстафету и будет вести Bricks. Ну и не буду скрывать, исходя из того, что мы знаем, какая обстановка складывается вокруг России, и не хотим все проблемы, которые с этим связаны, переносить на институты, в развитии которых мы сами заинтересованы. Со своими проблемами будем справляться и справимся сами. Хорошие перспективы имеются для укрепления отраслевого сотрудничества, реализации новых проектов в промышленности, энергетике, логистике, высоких технологиях и многих других ключевых сферах. И, конечно же, для активизации взаимодействия между нашими странами в культуре, науке, спорте, по линии молодёжных и гражданских обществ. В Казани мы подтвердили, что Bricks – это не замкнутый по себе формат. Он открыт для всех, кто разделяет ценности Bricks, и его члены готовы работать над поиском совместных решений без диктата извне или попыток навязать кому бы то ни было только какие-то узкие подходы. Bricks не может не откликнуться на растущий запрос в мире именно на такое сотрудничество. Соответственно, уделили особое внимание проблематике возможного расширения Bricks через учреждения новой категории – государств-партнёров. В эти дни лидеры и члены делегаций много общались и в неформальной обстановке. Проведено множество двухсторонних встреч, контактов, бесед. Постарались и мы тоже встретиться, наши делегации, с лидерами большинства стран-участниц. Дамы и господа, саммит завершён. Хотел бы ещё раз поблагодарить всех коллег, приехавших в Казань, за их вклад в нашу общую работу. И хочу отметить, что, полагаю, он был весьма весом. На протяжении всего председательства мы чувствуем энергичную поддержку со стороны партнёров. Это важно, тем более, что с завершением саммита оно не заканчивается. До конца года предстоит ряд важных совместных мероприятий. Как уже сказал, в следующем году передаём эстафету председательства Бразилии. Естественно, будем оказывать нашим бразильским друзьям всю необходимую помощь и содействие. Продолжим плотную координацию со всеми партнёрами по БРИКС в интересах дальнейшего наращивания сотрудничества в рамках этого объединения. И, конечно, пользуясь случаем, хотел бы искренне поблагодарить руководство Татарстана, мэрию Казани за гостеприимство и стремление создать комфортные условия для нашей совместной работы. Хочу извиниться перед жителями Казани за то, что им пришлось столкнуться с некоторыми неудобствами передвижения кортежей, закрытия, я понимаю, некоторых магистралей. Но хочу заверить вас в том, что эти испытания были не напрасными. Я хочу поблагодарить за создание таких благоприятных условий для нашей работы. Спасибо большое. Заранее хочу извиниться, но мы не можем общаться с вами долго, отвечая на ваши вопросы, потому что у меня ещё несколько двусторонних встреч, по-моему, 7 или что-то в этом роде. Поэтому не могу заставлять коллег ждать. Но, тем не менее, если вопросы есть, прошу вас.